добрый вечер меня зовут оксана и вы на канале по дороге с облаками хочу рассказать вам как я готовлю варенье из облепихи вот здесь у меня облепиха она с листиками с веточками покупала облепиху сегодня на базарчике по 850 тенге за килограмм покупала вот такую коробочку здесь было 4 килограмма 800 грамм облепихи прямо из коробочки не перебирая вот видите она с листиками с косточками с какими-то там ну я не знаю букашками веточками с листочками давленой мятой всякое я ее промываю друшлаке два раза иногда три раза смотрю чтобы водичка была светлая вот видите водичка такая светленькая уже не грязная сейчас ягода стечет и я ее переложу в чашечку вот у меня чашечка такая я просто ну сейчас течет ягода и в друшлаке я переложу в чашечку потом я значит поставлю эту ягодку воду я уже добавлять не буду мне достаточно того сока и той влаги которая осталась после того как я помыла ягоду ни в коем случае воду не добавляем ягоду я потом поставлю на газ на медленном огне или на среднем огне там посмотрю по обстоятельствам я доведу ее до кипения поставила я на газ но достаточно смотрите сильный газ комфорт для вока на на шестерочку не на самый сильный а на шестерочку поставила я на газ нашу облепиху с листиками посмотрите вот они с веточками мяты ягоды мусор там но я ее тщательно тщательно помыла облепиха закипела кипит уже пять минуточек и посмотрите сколько сока поэтому я и говорю что никакой воды в эту ягоду доливать сейчас я ее помешаю да и выключу дети потихонечку кипит но я выключаю газ и оставляю ягодку остывать доброе утро мои дорогие возвращаюсь я с утра к нашей облепихи вот значит она остыла ягодки остыли вот столько сока дала облепиха теперь мне ягодки надо протереть через сито это очень легко протирается она ягодки лопаются отдает свой сок свежую облепиху вы так легко не протрете поэтому ее нужно проварить немножко кстати вот все веточки все листики а теперь и кусочки которые останутся я не выкидываю я варю из них компотик очень вкусный облепиховый компотик даже можно заморозить этот жмых ну вот который остается после того как протрешь ягодку вот этот жмых вот косточки веточки я его не выкидываю я его складываю отдельно видите в тарелочку жмых сложила я потом из него сделаю компот ну в общем вот такая работа предстоит протереть всю ягодку хочу показать что получается получается вот такой сок с мякотью получилась вот такая масса тут мякоть и сок облепихи сейчас я насыплю сюда сахара ягоды у меня было 4 килограмма 800 грамм ну я не буду уже так сильно вдаваться в подробности я просто насыплю сюда около пяти килограмм сахара так еще хочу показать вот он жмых который остался хочу сейчас сварить компотик и еще у меня получилось жмых а вот три пакетика вот так вот я его сложу и заморожу зимой вытащу ну и никто не откажется положила сахар знаете что я не стала класть 5 килограмм сахара я положила где-то около 4 килограмм сахара я подумала что там жму их наверное с полкило веши весит вот такой вот посмотрите она уже поменяла цвет она стала красноватой а когда я его сварю у него будет цвет ну наверное похож на цвет рябины вот только сейчас он был желтенький такой а стал посмотрите красноватый как янтарного цвета я просто положила сахар и его перемешаю вот наступило утро следующего дня и хочу вам показать что случилось моим вареньем посмотрите она зажелировалась смотрите смотрите сейчас я его поставлю на огонь прокипит она минут пять я его сниму с огня и разложу по баночкам стерилизованным и закатаю вот такая желешечка получилась наш сок с сахаром постепенно тает сейчас растают все комочки наши мармеладные варенье прокипит пять минут так ему достаточно будет облепиха моя закипела получилась вот такая однородная масса жиденькая сейчас покипит пять минуточек а я ее буду разливать прям горячую банки стерилизованные закрывать если очень долго кипятить облепиху она потемнеет и испортится цвет варенья поэтому не более пяти минут вот так вот варенье разливается по баночкам кофеваркой мужа моего это очень удобная вещь до самого краешка вот и крышечками мы закрываем такая красота из пяти килограмм облепихи получается пять с половиной литра варенья и вот хотела вам показать какого цвета варенье вот на белом фоне когда она остынет это будет джем посмотрите какое густое до янтарное желе